Привет всем неравнодушным! К свободному искусству, инновациям и жизни в стиле Apple. Вы смотрите Hi-Tech News и еженедельную информационно-развлекательную программу из мира гаджетов, интернета и технологий через призму самой фруктовой компании на планете. Ну что ж, меня зовут Сергей и сегодня в выпуске. Новые рекорды Apple. Пользователи яблочного магазина App Store потратили 500 миллионов долларов на приобретение цифрового контента. Первой металлической компанией Samsung представила Galaxy A7. Одной ногой в могиле корпорация Microsoft прекратила основную поддержку Windows 7. Отечественный почтовый сервис. До конца года в России планируется запуск официальной интернет-почты и многое другое. Ну а далее в программе расскажу о новой мобильной игре под названием Need for Speed No Limits и заодно поведаю о том, как с помощью мобильного приложения превратить свой iPhone в полностью автоматизированное устройство. Но, пожалуй, на сладкое на этот раз оставлю обзор без малого самых умных часов на рынке носимой электроники Galaxy Gear S. Погнали! Полмиллиарда за новогодние праздники. На минувшей неделе компания Apple отчиталась об очередном установленном рекорде. И на этот раз виной всему стал магазин яблочных приложений App Store. Так, за первую неделю января 2015 года пользователи магазина потратили почти 500 миллионов долларов на приобретение цифрового контента. Но и это еще не все. Так, в первый день нового года перевалил за рекордную отметку, в том числе и показатель дневной прибыли яблочного магазина. Так что компания у нас пока все еще тортает. Значит, можно со спокойной душой начинать техно-новости за прошедшую неделю. Поехали! Дождались! На прошедшей неделе компания Samsung официально представила свой новый смартфон в полностью металлическом корпусе Galaxy A7. Свежевышедший гаджет не только вошел в число первых полностью металлических смартфонов, но и по совместительству стал самым тонким устройством южнокорейской компании. Толщина аппарата составила всего 6,3 мм, что определенно стоит считать весьма впечатляющим показателем при столь топовых характеристиках. На секундочку получил смартфон 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 1920х1080 пикселей, 64-битный процессор Snapdragon 615 с 8 вычислительными ядрами тактовой частотой 1,5 ГГц и графический контроллер Adreno 405. Работает гаджет на базе операционки Android KitKat и комплектуется аккумулятором емкостью 2600 мАч. Согласно последним данным Galaxy A7 появится на малазийском рынке в феврале 2015 года, а продаваться будет за 420 долларов. Но еще до этого момента телефон скорее всего успеет поступить в продажу, в том числе и в Южной Корее, а вот что касается других стран, то тут пока, увы, все тихо. Вот и пришла пора прощаться. На прошлой неделе корпорация Microsoft прекратила основную поддержку своей операционной системы Windows 7. Начиная с 13 января компания переходит к фазе расширенной поддержки. Пользователи смогут получать лишь критические патчи и обновления безопасности. Напомню, что период основной поддержки составляет, как правило, 5 лет, в течение которых компания предоставляет бесплатные патчи и исправления как в части безопасности, так и в части функционала. В свою очередь, по окончании данного периода Microsoft предоставляет расширенную поддержку еще 5 лет, в течение которых исправления безопасности также бесплатны, а вот все остальные исправления уже требуют специальных платных лицензий. Ну что ж, видимо, пора уже приспосабливаться к среде Windows 8, а то, ну, никуда уже от этого не деться. Ну и напоследок, отечественная новость. До конца 2015 года в России планируется запуск ни много ни мало официальной интернет-почты. Об этом в интервью российской газете заявил заместитель главы Минкомсвязи Михаил Евраев. Как заявил чиновник, цитата, «Государственная электронная почтовая система станет ключевой новеллой законопроекта о почтовой связи. Через эту систему будет осуществляться отправка юридически значимой корреспонденции в электронной форме. При этом сами послания, прошедшие через данную систему, смогут считаться доказательством в суде». Конец цитаты. По словам чиновника, пользователя новой услуги получат возможность гибридной печати, преобразования корреспонденции из электронной в бумажную форму и наоборот. В общем, посмотрим, что же нас все-таки будет ждать в будущем. Ну а новостях на этом все, так что едем дальше. Роль одного из самых громких тайтлов начала 2015 года вполне заслуженно принадлежит свежевышедшей игре Need for Speed No Limits. Проект, в свое время успевший понаделать знатного шуму в интернете, таки добрался до мобильных платформ, уже будучи окрещенным фанатами и таким возвращением к истокам игровой серии. Ну что ж, видимо пришло самое время выяснить, на что в действительности способна новое детище Electronic Arts. Погнали, как никогда. К слову, стоит признать, что данная игра является далеко не первым опытом компании в выпуске мобильных версий популярной гоночной серии Need for Speed. Однако все же не стоит упускать из внимания и тот факт, что все предыдущие попытки компании в выпуске подобных проектов воспринимались по большей части лишь каким-то придатком к чему-то, своего рода пиар-поддержкой в пользу полноценных компьютерных изданий. И как бы того не хотели фанаты, но, увы, No Limits вовсе не стал исключением из правил. Игру едва ли можно назвать возвращением к истокам, ведь по сути это лишь помесь из асфальта и Real Racing, довольно красивая в плане графики, в меру динамичная, но не более того. Открытый мир здесь попросту отсутствует, а все, чем довольствуются игроки, это типичные миссии, характерные для всех игр подобного жанра. Пожалуй, два ключевых отличия выделяют данный проект на фоне остальных. Это в первую очередь наличие довольно интересной системы тюнинга автомобилей, а также копов, которые пускай и не сильно, но все же стараются привнести в игру атмосферу того самого настоящего Need for Speed. В остальном же это вполне добротные аркадные гонки, которые наверняка понравятся нетребовательным игрокам и не более того. Скачать данный проект в App Store можно совершенно бесплатно, но, как вы понимаете, золото и энергия тут типичное проявление доната. Ну, куда уж сегодня без этого. Сегодня мне бы хотелось рассказать вам об одном поистине уникальном мобильном приложении, которое позволит в буквальном смысле автоматизировать ваш айфон. Что это значит вообще? Ну, предположим, вы публикуете статью в свой блог на WordPress или Tumblr, а приложение, между тем, автоматически, без вашего участия, расшарит его в другие, ранее выбранные вами социальные сети, будь то, скажем, Facebook или Twitter. Ну, или вот такой пример. Вы лайкаете понравившееся видео где-нибудь в Инстаграме, а приложение, между тем, автоматически скачивает его в ваш Google Диск для последующего оффлайн-просмотра. В общем, настоящая яблочная магия в действии, подробно о которой сейчас расскажу. Как ни странно, но распространяется приложение в App Store совершенно бесплатно и, между тем, предоставляет действительно огромные возможности. По сути, оно является неким простейшим агрегатором автономных скриптов или, говоря русским языком, так называемых цепочек действий, которые выполняются автоматически без вашего участия при наступлении определенных событий. Например, если кто-то отметил вас на фотографии в Facebook, то сервис автоматически сохранит это фото в специальную папку Dropbox. Происходит это все за счет специальных рецептов, которые создаются непосредственно самим пользователем. Как это работает? На самом деле, совершенно просто. Все, что от вас потребуется, это лишь нажать на кнопку создания рецепта при входе в программу и выбрать те два приложения, которые и будут определенным образом взаимодействовать между собой. Например, я хочу, чтобы любое новое фото автоматически улетало в Twitter. Для этого выбираю начальное приложение, нахожу необходимую команду в списке и затем по той же самой схеме ищу конечное приложение, в данном случае Twitter. Подключаю свою учетную запись и... по сути это все. Теперь при активации созданного рецепта данный алгоритм будет выполняться без моего вмешательства. Таким образом вы сможете сделать по сути все, что только душе угодно, любые связки с почти любыми сервисами и приложениями. Рассказать обо всем здесь не хватит ни фантазии, ни времени. Так что скачать данную программу рекомендую строго всем и каждому, ибо именно с ее помощью вы сможете сделать свой смартфон действительно супер автоматизированным устройством. С каждым днем рынок носимой электроники стремительно растет в масштабах. Тут вам и Apple Watch маячит на горизонте, и Android Wear не перестает радовать обилием различных гаджетов, но есть у этого всего многообразие, а свои, к сожалению, серьезные минусы. От Apple часики еще вообще не вышли на рынок, а вот система Google в лице пресловутого Android Wear пока, увы, не спешит радовать пользователей действительно умными, да и вообще хоть какими-либо полезными функциями. Благо, есть на рынке одна корейская компания, многочисленные эксперименты, которые порой все же приносят хорошие плоды. Речь сегодня пойдет о Samsung, и в частности о самых продвинутых умных часах. Встречайте, Galaxy Gear S. Поначалу может показаться, что это не часы вовсе, а скорее маленький смартфон, растянутый на ремешке. На самом деле почти так оно и есть. Стоит признать, выглядит сие чудо весьма футуристично. Дизайн неоднозначен и по душе придется определенно не каждому, но вживую часики смотрятся куда лучше, чем на всяких картинках и даже видео. Диагональ дисплея у часов составляет немалых 2 дюйма, однако он тут непростой. Изогнутый AMOLED с прекрасным разрешением и отличной цветопередачей. Говоря об удобстве использования, отмечу, что часы сидят довольно здорово даже на самом тонком запястье. Спасибо ремешку. Здесь он, кстати, заменяемый, но только на официальные решения от самого Самсунга. Их, к слову, немного. Черный, белый и вот такой вот вариант с бриллиантами Сваровски. Не Apple Watch, конечно, но и так вполне ок. Но даже не дизайн делает этот продукт уникальным решением на рынке. Здесь заслуга исключительно функциональных возможностей часов. Во-первых, это полностью самостоятельное устройство. Здесь есть отдельный слот для микросим-карты, поэтому с часов можно спокойно звонить, отправлять SMS или MMS и даже пользоваться браузером. Есть тут также встроенный микрофон и динамик, так что разговаривать по громкой связи получается довольно здорово, а вот для музыки он вряд ли сходится, скорее для системных звуков. Но спасает наличие Bluetooth для наушников с поддержкой соответствующего протокола. Помимо всего прочего, в часах установлен пульсометр, датчик GPS, гироскоп для подсчёта пройденных шагов и даже датчик ультрафиолета, позволяющий измерить уровень излучения на солнце. С помощью часов можно следить за погодой, читать новости или пользоваться навигатором, а также просматривать уведомления. Часы также поддерживают возможность установки сторонних приложений, но вот здесь поведаю об их главном минусе. Как бы хороши не были Gear S, но по определению работать они должны только со смартфонами Galaxy, причём только с Note 4 или в крайнем случае Note 3. Но проблема эта решаема, просто приходите в любой салон Samsung и просите консультанта активировать часы, а затем и установить все необходимые приложения из магазина, если есть желание, конечно. В таком формате часы можно связать даже с iPhone или любым другим Android-смартфоном, но, увы, придётся отказаться от части уведомлений и некоторых системных приложений вроде почты. Однако на практике проблема, стоит сказать, не такая уж и большая, как может показаться на первый взгляд. Стоимость часов составляет в среднем 15-16 тысяч рублей, и при таких возможностях данная цена кажется вполне оправданной. Ну что ж, а на этом всё. С вами была еженедельная программа из мира высоких технологий Hi-Tech News. Напомню, зовут меня Сергей, и прежде чем попрощаться, скажу лишь, что свои отзывы, комментарии и пожелания к программе вы можете оставлять на сайте телекомпании Город. Кстати, именно там вы также сможете проголосовать за наш проект. Ну а вот теперь уж точно, до скорого. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok